Геморрой Здравствуйте! Это вопросы доктора, я врач-энтезинный терапевт Владимир Хиновкер. Геморрой – это наша национальная проблема или это заболевание? Что такое геморрой и в чем его причины? Вы знаете, иногда мне кажется, что геморрой – это вообще национальное заболевание. Вот я обновил операционную систему на своем компьютере, и теперь у меня с компьютером геморрой. Или вы знаете, у нас пришел новый начальник и на работе геморрой. Ну, все мы так говорим постоянно. И вкладываем в это понятие какую-то серьезную и, вероятнее всего, трудно разрешимую проблему. Вот такое образное сравнение. Ну, особенно если еще учесть, что в нашей стране вообще все через геморрой, то, наверное, это наше национальное заболевание. Если серьезно, то геморрой – это, конечно, увеличение в объеме или воспалении геморроидальных венозных узлов вокруг ануса, вокруг прямой кишки. Вот когда эти узлы увеличиваются и, не дай бог, тромбируются, то эти узлы воспаляются, увеличиваются в объеме и очень сильно болят, беспокоят человека. Это геморрой. Причины геморроя, как, в общем, причины еще многих заболеваний, наверное, если говорить глобально, лежат во всемирном тяготении, в гравитации. Все стремится упасть к центру Земли, в том числе стремится к центру Земли упасть кровь, которая в венах у нас довольно свободно перемещается. И если, например, по венам ног кровь двигается снизу вверх и не опускается вниз, их ее там держат клапаны, то в геморроидальных сплетениях прямой кишки кровь, в общем, активно оттуда так вот сильно не эвакуируется. Если у нас сидячая работа, если мы долго сидим, или если у нас запор, на нашем медицинском языке это называется обстепация, есть такое научное слово, то мы, когда тужимся, мы повышаем внутрибрюшное давление очень сильно, и благодаря этому кровь еще сильнее опускается вниз в этих геморроидальных узлах, она прям там растягивает стенку и появляются вот эти вот варикозные расширения. Ну, собственно, то же самое происходит и на венах ног, если там неисправны клапаны. Вот все это и лежит в основе появления геморроя у людей, как правило. Чего не следует делать при геморрое? Ну, чего не следует делать, так просто рекомендуют не есть жареного, не есть острого и не выпивать много алкоголя. Причина, почему это не рекомендуют делать, мне так и не удалось найти адекватный, потому что, в общем, единственное, если человек очень много действительно выпивает водки, и потом у него сухость во рту, то есть у него есть гемоконцентрация, то это может повышать свертываемость, приведет к тромбозам в геморроидальных венах. Ну, а так, в общем, самое главное, что нужно делать, это стараться не допускать наличия у себя запоров, то есть больше двигаться, меньше сидеть, есть больше клетчатки, пить больше воды. Как избавиться от геморроя? Геморрой лечится только хирургическим путем. Удалить варикозно-расширенные геморроидальные узлы можно только с помощью различных вмешательств. Это либо маленькие вмешательства, без госпитализации, лигирование, там накладывают такие резиночки маленькие, вот как на волосы, только очень тоненькие, специальным аппаратом, либо прошивают их, либо лазером прижигают. В некоторых случаях, когда это большие, очень объемные узлы, делают большие операции, проктологи, врачи-проктологи этим занимаются, кстати. Но если варикоз очень сильно никого не беспокоит, и кровотечения из узлов не бывает, или бывают, то очень-очень редкие, быстро сами проходят, то люди, как правило, ну как-то свыкаются с этим и живут со своим геморроем, как и все мы, с обновленной операционной системой на компьютере и с новым начальником на работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова